Значит, тогда лучше, чтобы вам было видно внутреннюю поверхность, вот так ее держать. Первая анестезия, которую разбираем, это будет мандибулярная пальцевым способом. Мандибулярной анестезией мы ее называем не потому, что отключается нервус мандибулярис, а потому что выполняется она у форамин мандибуля. Среднее расстояние до этого отверстия, которое восьблат приводит, это 13 мм от переднего края, вернее 15 от переднего, 13 от заднего, 22 от вырезки челюсти и 27 от нижнего края. Для того, чтобы эту анестезию нам четко себе представлять, надо прежде всего держать перед внутренним взором, вот эту картину рельефа внутренней поверхности нижней челюсти. Если мы посмотрим на участок за коронкой восьмого нижнего зуба, мы видим, что здесь треугольной формы площадка, называется ретромолярный треугольник. Затем эта площадка суживается и переходит в узкий гребень, вот он идет, где-то чуть больше сантиметра, называется кристотемпоралис, височный гребень, важное для нас образование. И потом гребень опять как бы раздваиваясь, образует треугольную форму небольшую площадку в верхнепереднем отделе ветви челюсти, который называется торус мандибули. Вот на ней сейчас и глаз стоит. В общем, эту картинку мы всю можем уподобить песочным часам или цифре 8. Вот она у нас получается. Перетяжка, это как раз кристотемпоралис. Вот при пальцевой анестезии мы начинаем анестезию с того, что указательным пальцем левой руки, если анестезия делается на правой стороне у больного, или большим пальцем левой руки, если анестезия делается на левой стороне у больного, должны найти передний край ветви. Для этого мы палец сложим плашмя на нижние маляры, Затем разворачиваем его немножко кнаружи И в толще щеки ищем передний край Острый выступ в глубине ткани Это будет передний край ветви Когда мы нашли передний край ветви Мы теперь на своем пальце, как на оси Начинаем разворот ладони Таким образом, что мизинец идет кверху, описывая дугу Вот таким образом При этом кончик пальца соскальзывает с переднего края И начинает двигаться на внутреннюю поверхность челюсти Сзади И там упирается в препятствие Это препятствие и есть кристотемпорализ Значит, теперь определяем положение кристотемпорализ во рту По краю своего ногтя В данном случае мы видим кость Поэтому нам легко ориентироваться У живого человека здесь будет слизистая оболочка Но зато наш ноготь, его край Нам показывают, где расположен кристотемпорализ Дальше Шприц Мы располагаем на премолярах противоположной стороны То есть укол делается под достаточно острым углом Высота укола в среднем 5-8 мм выше жевательной поверхности нижних зубов На одном уровне с жевательной поверхностью нижних зубов находится форамон мандибули Но укол мы сознательно делаем выше Для того, чтобы наша игла в итоге оказалась над отверстием А не на уровне его Потому что отверстие спереди защищено вот этим выступом Лингуля мандибули Язычок А к нему крепится Лигаментум Сфеномандибуляра То есть основана нижнечелюстная связка Вот идет она вот так от язычка вверх к основной кости Поэтому Нижняя часть нижнего альвелярного нерва В том месте, где он входит в отверстие спереди Защищена, закрыта Если наша игла подойдет на уровне зубов Значит придется лишнее время терять Пока отключится нерв А когда мы подводим анестетик к тому месту нерва Где он ничем не защищен На несколько миллиметров выше отверстия Тогда анестезия наступает практически сразу Вот почему мы ориентируемся таким образом Палец лежит на жевательной поверхности нижних зубов А укол делается на 7-8 миллиметров выше жевательной поверхности То есть грубо говоря Где-то посредине ногтевой фаланги пальца взрослого человека Вот мой палец будет где-то меньше сантиметра Как раз эта величина Если конечно палец здоровенный Тогда мы делаем на это поправку Таким образом высоту укола мы определили Шприц расположили под нужным углом И делаем укол в слизистую непосредственно по краю своего ногтя Вот таким образом Сразу же здесь мы практически упремся в кость То есть это совсем не глубоко Сразу под слизистой оболочкой находится кристотемпоралис Теперь нам палец уже не нужен Мы можем его убрать Первая фаза анестезии выполнена Мы вышли на опознавательный ориентир На кристотемпоралис Для того, чтобы глаз начало двигаться дальше К нашей цели Нам придется изменить угол шприца Почему? При таком угле Иголка, упершись в кость Не может дальше двигаться Поэтому мы должны шприц перевести Держите так же, как мы держали Вот я пальцем зафиксирую, чтобы иголка не ушла Кристотемпоралис Вот мы шприц переводим на сторону анестезии Параллельно зубному ряду Нужно обращать внимание на то, чтобы шприц вот так не задирать вверх Он должен быть параллельно нижним зубам Иначе игла уйдет у вас от цели Или вниз, или вверх То есть держать всегда вот так вот параллельно Вот теперь наша иголочка отошла от поверхности кости И может двигаться дальше по кости к сзади И вот мы шприц ведем параллельно зубному ряду Спереди, назад Обязательно в контакте с костью Вы должны чувствовать кость Если вы кость не чувствуете, то можете ошибиться и уйти куда-то в совсем другое место А так по кости мы начинаем двигаться На какую глубину? Глубина от полутора до двух сантиметров Не больше двух сантиметров Иначе мы пройдем отверстие Лучше до него немножко не дойти, чем проскочить и оказаться сзади Вот на глубине полутора сантиметров Сейчас мы отмерим вот здесь Вот это полтора сантиметра От кристотемпоралис Вот смотрите, мы прямо над отверстием у этой челюсти бы оказались Вот конечное положение иглы при андибулярной анестезии На несколько миллиметров выше И тут мы выпускаем основную массу анестетика Тут я еще забыл вам сказать, что когда мы движемся по кости Мы все время должны потихоньку давить на поршень Для того, чтобы отсюда выходила струйка раствора И оттесняла мягкие ткани По этой же причине не надо спешить Не делать это одним движением Тогда мы ничего не травмируем Идем не спеша, выпуская анестетик Пока не доходим к конечной цели И тут выпускаем основную массу анестетику Итак, основной анестетика у нас соберется вот здесь На отверстие Мы выключаем входящий в канал нижний альвеолярный нерв А за счет диффузии выключаются идущие медиальные Вот так как игла Нервус лингвалис Нервус букалис наиболее латерально от всей этой группы нерв Вот так как игла сейчас И здесь он, перегибаясь через передний край ветви Уходит в толкшие щеки Значит, он наиболее латерально Оказывается, чуть в стороне Поэтому он отключается из всех трех нервов Самым последним Первым, как правило, язычный нерв Потому что ничем не прикрыт А потом нижний альвеолярный Значит, самое главное, чего нам нужно дождаться В ощущениях пациента А не менее половины нижней губы Это свидетельствует о том, что отключился Нервус альвеолярис инфериор А не менее передних двух третий языка С этой же стороны Свидетельствует об отключении нервус лингвалис Что касается нервус букалис То нас интересует вот этот участок десны Который он иннервирует С внешней стороны От середины коронки седьмого зуба До середины коронки пятого Вот этот небольшой участок десны С внешней стороны В пределах трех зубов Это зона действия нервус букалис Ну и слизистой самой щеки Поскольку нервус букалис Отключается самым последним То на практике обычно Чтобы не терять временное выжидание Анестезию этого нерва Сразу же после того Как мы получили не менее половины губы Мы добавляем индиву